МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В прямом эфире телеканала «Алматы новости» в студии Диас Макамбетов и в начале коротко о главном к этому часу. Шестилетнего ребенка сбили на пешеходе в Магистауской области. Удалось ли задержать виновника и как оценивается состояние пострадавшего? Жители одного из сел в Алматинской области не могут пасти скот и заниматься сельхозпосадками. Какие еще проблемы испытывают и что отвечают местные власти на жалобы сельчан? Мы находимся в безвыходном положении. Как в Казахстане обеспечивают продовольственную безопасность? Каков на сегодня запас прочности и что делается для сдерживания роста цен? Это то, что есть на складах крупных сетевых магазинов, стаб-фондов. Никакого дефицита нет. Шестилетнего ребенка сбили на пешеходе в Магистауской области. Видео наезда попало в соцсети. На кадрах видно, как водитель иномарки буквально сносит девочку и не останавливаясь едет дальше. В полиции сообщили, что инцидент произошел днем 14 марта в селе Мангистау. Пострадавшую доставили в больницу, а после оказания медпомощи отпустили домой. А вот на горе водителя составили административные протоколы. В Казахстане 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность. Незаконные объекты полностью приостановили работу. Все оборудование демонтировано и вывезено. Об этом сообщили в агентстве по финансовому мониторингу. В ведомстве уточнили, что совместно с соответственными органами ведется работа по недопущению вторичной эксплуатации майнингового оборудования. Среди майнинговых компаний, прекративших свою деятельность, имеются фирмы, аффилированные с известными предпринимателями Булатом Назарбаевым и Александром Клебановым в Павлодарской области. Также экс-председателем правления национальной компании «Казаха» с Кайратом Шарибаевым в Актюбинской области и одним из известных бизнесменов Ерланом Нигматулиным в Карагандинской области. Всего агентством по финмониторингу зарегистрировано 25 уголовных дел и изъято более 67 тысяч единиц оборудования стоимостью около 100 миллиардов тенге. 430 наркопреступлений выявлено в Казахстане за два месяца. Всего изъято около 475 килограммов наркотиков и ликвидировано 8 нарколабораторий. За организацию подпольных наркопроизводств задержано 16 человек. В МВД отмечают, что с развитием информационных технологий усовершенствовались и способы распространения наркотических средств. Основной площадкой незаконного оборота стал интернет. В связи с этим полицейские ведут усиленную работу по мониторингу соцсетей, сайтов и ресурсов. Налажено взаимодействие с популярным провайдером таких услуг ООЭЛИКС. Благодаря этому в текущем году выявлено и удалено 50 объявлений по найму закладчиков наркотиков под видом предложений курьерской работы. Эта работа нами продолжается. Аналогичные вопросы прорабатываются казахстанским администратором сервера Телеграм, где уже выявлено 440 чатов, занимающихся анонимной продажей наркотиков. Жители села Щебулак в Алматинской области просят решить проблему с нехваткой пастбищ. Местные сетуют, что участок площадью в 50 гектаров, который предназначен для выпаса домашнего скота, и посева якобы перешел в частные руки. В результате сельчане оказались в непростом положении. Но в местном Акимате призвали к спокойствию. Дескать, вопрос скоро будет решен. Вот уже несколько лет жители села Шебулак пытаются решить земельный вопрос. Люди жалуются, что при имеющемся близ аулы огромного участка им негде пасти скот и сеять огородные культуры, поскольку земля принадлежит частникам. Мы находимся в безвыходном положении. Как нам, людям из села, без земли-то. У каждого в сарае скотина. Мы хотим сеять на полях, кормить себя и семью, и может даже продавать нашу продукцию. По словам местных, сейчас они вынуждены держать скот в сараях, но их количество растет. Приходится закупать сено и корма, а это ощутимо бьет по карману. Поэтому нужны пастбище. Еще одна нерешенная проблема – нехватка питьевой воды. Все еще без воды живем. Приходится ездить за ней далеко, либо покупать в магазинах. Вот в такой ситуации мы и находимся. У меня шестеро детей, и мне сейчас очень тяжело без воды. Решить многолетнюю проблему пытаются в Акимате. По словам главы местной администрации, он уже направил письмо районным властям, и они уже ведут переговоры с владельцем земельного участка. Возле Ашибулака имеется 1281 гектар пастбищных угодий. В 2000-е годы их выкупили и отвели под виноградники. Мы направили письмо собственнику земли ТОО «Экоагропродукт». Если народу нужны эти земли, мы обязательно постараемся вернуть их. Выкупим. При этом в Акимате заявили, что на решение земельного вопроса потребуется время, поскольку сначала нужно обозначить приемлемую сумму для обеих сторон. Средства выделяют из местного бюджета. Так или иначе, решение будет принято в пользу жителей, заверили в местной администрации. Дамир Анитов, Алибек Шинтемыр, Сагандах Нарыков, Муратбек Алмасхан, телеканал Алматы. Военное положение в Украине продлили на 30 дней. Об этом объявил президент Владимир Зеленский. Тем временем число жертв составило около 500 человек. Такие данные опубликовали в ООН. В организации уточнили, что реальные цифры могут оказаться значительно выше. Мирные переговоры должны продолжиться сегодня. На этом фоне еще три человека погибли в результате вчерашней атаки на Киев. Рустамар Албаев продолжит. Четвертый раунд переговоров не принес определенных результатов. Стороны приняли решение взять техническую паузу. Продолжение ожидается сегодня. Тем временем Владимир Зеленский выступил с обращением к российским войскам. Российские срочники, послушайте меня особенно внимательно. Российские офицеры, вы-то все уже поняли. У Украины вы ничего не заберете. Вы будете забирать жизни. Вас очень много. Но и вашу тоже заберут. Но ради чего вам погибать? А в Евросоюзе подготовили четвертый пакет санкций против России. Он коснулся счетов российских олигархов, продажи брендовых товаров и отказа от российского металла. Российские войска не прекращают военных действий. Они наносят удары по мирному населению. Поэтому мы должны продолжить оказывать давление. Между тем, Россия активно ведет политику противостояния санкциям. В Москве прошла встреча глав МИД России и Катара. На встрече обсуждались вопросы экономики и инвестиций. К слову, представитель Катара также выразил надежду на то, что конфликтующим сторонам удастся прийти к миру. Мы ценим то внимание, которое катарское руководство, лично Эмир Тамим, уделяют нынешней ситуации. И ценим, что Катар желает и старается использовать свои возможности для того, чтобы достичь согласия. По данным ООН, число беженцев из Украины уже составило около 3 миллионов. Почти 630 мирных граждан погибли. Рустам Раубаев, телеканал Алматы. В Казахстане имеется трехмесячный запас сахара. Об этом сообщил глава Минсельхоза Ербол Карашукеев на заседании правительства. Он отметил, что на еженедельной основе ведется мониторинг обеспеченности внутреннего рынка. О том, как в Кабмине намерены обеспечить продовольственную безопасность. Дина Расабитова. Оснований для дефицита продуктов, в том числе сахара, нет, заверил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев. По его данным, всего по республике имеется порядка 1,3 миллиона тонн социально значимых товаров. И эти запасы постоянно пополняются. Совсем скоро планируется поставить еще 250 тысяч тонн сахара. У нас запасов около 90 тысяч тонн. Из них порядка 40 только у производителей. Оставшиеся – это то, что есть на складах крупных сетевых магазинов, стаб-фондов. Никакого дефицита нет. При этом производство сахара из сахара сырца и его импорт продолжаются. Между тем, в связи с ухудшением геополитической ситуации, повышение стоимости товаров неизбежно. Нацбанки сообщили, что инфляция может превысить целевой коридор. В связи с этим премьер-министр дал поручение разработать дополнительные мероприятия для сдерживания цен. С учетом быстро меняющейся ситуации на конкретных рынках, для усиления контроля и сдерживания инфляции, Министерство национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами и акиматами необходимо проработать дополнительные меры для сдерживания цен. Глава правительства также отметил важность качества выпускаемой продукции. В данном направлении следует проводить совершенствование ветеринарного и фитосанитарного контроля, сертификацию пищевой продукции, отметил премьер-министр Динара Сабитова, Асталбек Тойбек, телеканал Алматы. И на этом все. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин